Девушки отдыхают Как был написан самый сексапильный новогодний шлягер Санта Бэйби Композитор Филип Спрингер об истории песни о своем 94-летии в условиях пандемии И о том, как музыка помогает ему быть счастливым и здоровым И только позитивные, радостные песни в моем исполнении и в исполнении моих американских друзей И как всегда информация и наша традиционная музыкальная викторинка Возможно, что имя Филиппа Спрингера вам и не знакомо Но как минимум парочка его хитов, конечно, на слуху Прежде всего, это новогодняя Санта Бэйби и романтическая баллада, как мало мы знаем, в исполнении Фрэнка Синатра Композитор удивительно плодовит Он сочиняет несколько песен в неделю Плюс произведения для классического симфонического оркестра или ансамбля Плюс пишет книги про электронные инструменты И это в 94 года Впрочем, посмотрите все сами Каждый день этот немолодой человек подходит к инструменту и освежает в памяти то, что он сочинил давным-давно Филипп Спрингер, или как его называют близкие Фил, один из тех, кого вы не узнаете в лицо и не сразу вспомните его имя Но стоит зазвучать песням, которые он написал, и люди начинают улыбаться Тем более в период зимних праздников Самая сексапильная рождественская песенка была написана Филом почти 70 лет назад Сегодня ее перепевают те, чьих родителей даже не было тогда на свете Какая история стоит за созданием самой популярной песни Фила Спрингера Однажды поэтесса Джоан Джавиц, племянница сенатора Джейкоба Джавица, встречалась с одним музыкальным издателем На одном свидании он спросил Джоан, могла бы она сочинить рождественскую песенку для певицы Эрты Кит Перед Джоан стояла задача придумать яркое название и хорошую историю А мне написать легкую праздничную мелодию для небольшого диапазона голоса этой певицы И что необычно, вся мелодия уложилась в октаву Я знал, что если в мелодии будут высокие ноты, она просто не возьмет их Раньше я никогда не рассказывал об этом Песню перепели многие исполнители и продолжают петь каждый год Чья версия вам нравится больше всего? Я имею в виду современных артистов Я отвечу так Мне понравится любой певец, который так же роскошно исполнит мою песню, как Эрта Кит Меня до сих пор впечатляет ее исполнение Я слышал, как ее поют Кайли Минок и Тейлор Свифт Хорошо поют, но не роскошно Эрта Кит лучшая, точка Будущий автор популярных песен, именно так называет себя Фил Спрингер Родился на Уэстсайде Манхэттена почти 95 лет назад Мы называли то время золотым веком американской музыки Это было между 25 и 45 годами И хотя я был еще ребенком, я знал имена многих композиторов и поэтов Кто написал песни к волшебнику из страны Оз Того, чьей песней братец по жертву 10 центов Франклин Рузвельт вошел в Белый дом Это вообще отдельная история Вы имеете в виду Йиппа Харбурга? Да, именно его Он был моим другом, учителем и соавтором Так что я имел какое-то отношение к периоду времени, о котором вы спросили И я до сих пор помню свою любимую песню Кола Портера «Ночь и день» Я в тональности спел Мелодию вы спели правильно У вас ведь абсолютный слух? Что вы, нет, у меня хороший слух, но не абсолютный Сегодня мало кто помнит то, что Фил Спрингер был одним из пионеров электронной музыки В 1977 году вы написали книгу про электронные синтезаторы Чем был вызван этот интерес? Я получил ученую степень по музыке в университете Лос-Анджелеса И мне всегда хотелось идти в ногу со временем Тогда, в 70-х, самым современным открытием стала электронная музыка Появилась плеяда композиторов, которые сочиняли для электронных инструментов Мортон Саботник, а потом еще тот, кто написал «Переключись на Баха» Уолтер Карлос Это тогда был большой электронный хит На этой волне я написал книгу «Переключись на синтезатор» Она получила высокие оценки от джазовых пианистов Я писал о том, как пользоваться клавиатурой нового на то время инструмента И как писать аранжировки для него Позднее я начал изучать атональную музыку И написал несколько атональных произведений У меня достаточно большой каталог непопулярной музыки На которую сейчас никто не обращает внимания Как вы думаете, почему ваша классическая музыка Не стала такой же известной, как ваши песни? Музыка никогда не станет известной без продвижения и рекламы Еще в свои 20 с небольшим я понял, что могу стать известным Только благодаря песням Очень трудно донести до людей классические произведения У меня всегда возникало непонимание с людьми из мира классики Мне было тяжело общаться с ними А с эстрадными певцами и музыкантами проще Поэтому, когда мое имя как композитора-песенника стало известным Я решил, что не стану полностью посвящать себя классической музыке Кстати говоря, многие композиторы, писавшие классическую музыку Прославились и как авторы популярных песен Например, Вернон Дюк и Джош Гершвин Оба тоже родом из России Джером Керн, Курт Вайль Фил Спрингер немного обижается, когда его называют автором одной песни Клифф Ричард, Дасти Спрингфилд, Стив Лоренс, Фрэнки Лейн И даже сам мистер Синатра записывали его песни Романтическая баллада «Как мало мы знаем» была написана замечательной Кэролин Ли Ее стихи называли «Большой философией» Но ни одна из звукозаписывающих компаний не приняла песню В конце концов мы решили ее отдать Фрэнку Синатре Зато теперь ее поют молодые певцы Могли ли вы прожить в то время на гонорары только с одной-двух песен? Я бы мог прожить всю жизнь только на гонорары с одной Санта-Бэйби Недавно интернет взорвало видео, на котором 94-летний композитор играет лунную сонату Бетховена Позвольте мне наиграть вам песню, над которой я сейчас работаю Это моя новая песня «Когда Нью-Йорк снова станет тем Нью-Йорком» Это философский вопрос, я бы так сказал Фил Спрингер продолжает сочинять по 4 песни в месяц Работает над постановкой своего мюзикла «Колокола Нотр-Дама», в чем ему помогает любимая дочь Тамар Фил соблюдает все меры предосторожности в связи с коронавирусом По несколько часов в день играет на рояле И надеется подчинить компьютер своей жене Которая работает переводчицей с русского на английский И здесь нашелся русский след А какая американская музыка без него? Хочу выразить благодарность тем, кто поддерживает наш уникальный телепроект Программу о хорошей музыке Time Out Прежде всего, это пионер безлезвенной микрохирургии глаз доктор Леонард Блей Только с помощью лазера, без ножа и скальпеля, без боли и следов Доктор Блей вернет вам отличное зрение И избавит вас от очков и контактных линз В мире лазерных методов коррекции зрения Постоянно происходит эволюция, развитие И сегодня доктор Блей с коллегами Используют процедуру уже пятого или шестого поколения Лазерных методов коррекции зрения Которая называется просто и приятно Смайл И она также избавит вас от очков и контактных линз Член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота Поддерживает наш телепроект с самого первого выпуска Влад это тот человек, который сможет воплотить вашу американскую мечту в реальность Он занимается всеми вопросами иммиграционного права Визово, семейной, судебной и рабочей иммиграции Сделайте только один звонок в офис Влада Сироты И получите Америку на всю жизнь Чей голос должен обязательно прозвучать в первой программе Нового года? Конечно же мой Впервые фрагменты моих концертов со всего мира От Австралии и России до Америки и Канады Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глазные операции в древности Глазные операции в средневековье ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И, наконец, наша традиционная викторинка. Но прежде всего, ответ на вопрос предыдущей передачи. У Людмила Гурченко было 6 официальных мужей. У Людмилы Гурченко было 6 официальных мужей. А сейчас вы услышите песню из одного популярного советского кинофильма. Вопросы. Из какого фильма эта песня? И кто ее исполнил в оригинале? Вам нужно прямо сейчас позвонить по этому номеру телефона, ответить на вопрос, и первые 10 позвонивших получат приз от нашей программы. Только, пожалуйста, не забудьте назвать свое имя и контактный номер телефона. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Олег Фриш. Пока! Ну и пусть в сердце грусть, пусть ночи не сплю. Ты пройдешь, отвернусь, словно не люблю. Верю я, грусть пройдет, верю я, счастье ждет. Я о нем мечтаю вновь. Верю я, ты придешь, верю я, ты поймешь, Если в сердце есть любовь. Ну и пусть я так горд, как любовь моя, Никогда, никогда не заплачу я. Верю я, грусть пройдет, верю я, счастье ждет. Я о нем мечтаю вновь. Верю я, ты придешь, верю я, ты поймешь, Если в сердце есть любовь. Ну и пусть я и сам признаю сейчас, Что сажу я с ума без любимых глаз. Верю я, грусть пройдет, верю я, счастье ждет. Я о нем мечтаю вновь. Верю я, ты придешь, верю я, ты поймешь, Если в сердце есть любовь. Ну и пусть в сердце грусть, смолкли соловьи, Все равно я добьюсь счастья и любви. Верю я, грусть пройдет, верю я, счастье ждет. Я о нем мечтаю вновь. Верю я, ты придешь, верю я, ты поймешь, Если в сердце есть любовь. Если в сердце есть любовь. Если в сердце есть любовь. Верю я, ты придешь, верю я, счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok